Всем привет! Меня зовут Николай. Решил записать коротенькое видео на тему покупок наборов снаряжения за 70 тысяч золотых монет. Рациональность покупок этих наборов игроками, которые провели в игре уже 3-4 и более месяцев. Скажу по себе, что пока я покупал наборы карт за 30 тысяч золотых, пытался выбить золотых персонажей, это Криомансера Себ-Зиро, Локуа Рептилию и, по-моему, Вип Джонни Кейдж. За это время я потратил уйму денег и выпала целая куча вот этих простых карт снаряжения. Те, которые на максимальном десятом слиянии... Ой, я даже не помню, сколько они там дают. Можем сейчас вместе с вами глянуть в коллекции. Те, которые на максимальном слиянии дают плюс 20 каких-то виртуальных единиц, а некоторые даже плюс 12, как, например, эти сюрикены, с которыми я начинал свое знакомство с игрой. Одна из первых шмоток, которая мне досталась. Так вот, пока я покупал этих Себ-Зиро и что угодно мне выпадало, кроме нужных карт, я собрал достаточно обширную коллекцию этих простеньких карт. Спустя несколько месяцев в игру добавили набор снаряжения за 70 тысяч золотых с такой интересной подписью, что есть небольшой шанс получить молот гнева. Я даже помню, как я по этим четвергам, каждый этот, скажем так, золотой четверг, я старался набить хотя бы 1200, чтобы можно было купить один набор снаряжения за 70 тысяч и один набор карт за 30 тысяч. Ну, скажу так, чтобы получить этот несчастный молот гнева, ну, я вложил, наверное, полтора миллиона, не меньше. Он достаточно часто у меня выпадал, буквально в каждом втором-третьем паке точно был молот. Ну, не знаю, от полтора до двух миллионов я точно потратил. Прошло время, конечно же, я на эти наборы снаряжений забил, так как, ну, сейчас я объясню почему. Сейчас мы откроем штук 10, 1700 потратим и все станет понятно. Открыл я все золотые персонажи с этого набора карт и, естественно, охладил ко всяким покупкам за золото. Теперь коплю души. И вот, казалось бы, накопил я уже 5000... Ой, 5000, что я говорю? 5 миллионов золотых монет. Казалось, ну, куда их в этой игре можно девать? Уже все на свете, что мог купить. Даже персонажей купил этого... Кану и Инжастис Скорпиона купил. Он как раз, если синхронизировать с консолью, становится за 100 там с чем-то золотых монет. Ну и вот, почему я не трачу столько бабла, а я их не трачу, эти монетки? Да потому что меня жаба давит. Вот, смотрите. Набор снаряжения. Вот человек провел в игре 3 месяца. Накопил, допустим, миллион. Ну, к примеру. И думает, о, сейчас я качнусь. За 3 месяца уже достаточно обширная коллекция снаряжения. Вот этих колечек целая куча. Плащей аж за 1200. О, ну тут нам, ребята, тут нам просто повезло. Как раз первый пак, и нам выпадает что-то более-менее стоящее. Вещь, принадлежащая персонажу. Ну, тут везуха нереальная. Скажу так, пока я покупал этот молот, меня просто, не знаю, давила зеленая подруга жаба, что я выбрасываю 70 тысяч, а назад мне возвращаются каких-то там 3000. Вот как сейчас. Сейчас посмотрим. 960. О, ребята, везуха нам нереально везет. Вот, хоть бери, выходи, сохраняйся титаниум бэкапом. Вот как раз и подведем статистику. С 10 покупок сколько выпадет полезных карт, и сколько вот этих, которые выпадают прям, которые можно открыть, и воспитать свою удачу, а также после 5-7 поединков в войнах фракций. Эти плащи, перчатки там сыпятся, ну, я не знаю. Каждый день 1-2 вещи мне точно выпадают. Хотя играю я немного, где-то 30 боев в день. Ну, плюс-минус там 5. Вот это первых два раза, это была такая везуха, просто нереальная. Вот как раз мы открыли. Вот это классика. Это у меня обычно так. Так, уже три набора. Потратим 700 тысяч. Это серьёзные деньги. Я помню, как я их копил. Сейчас, конечно, их некуда девать, но поначалу, как я их копил, каждые... Что ни выпадет, какая-то хрень. Это я уже 4 набора купил, из них 2 полезные вещи. Набор номер 5. О, ребята, сегодня везучий день. Просто нереально везучий день. Так, я уже сбился. 5 наборов и 3 полезных вещи. Вот это, да. Ну, полезных для человека, как я, который провёл в игре уже более, наверное, полугода. Играю с её момента выхода. Уже там, по-моему, 150 дней и только непрерывных «воспитай свою удачу». Играю я ещё больше. Короче, я уже сбился. Это, по-моему, шестой у нас был. Так. Седьмой набор, если я, конечно, не сбился. И вот такое падает. Так, из 7 наборов 3 полезных вещи считаем. Полезными вещами я считаю шмотки персонажей. Конечно, и медальон на начальной стадии очень хорош, но... не знаю. Вкладывать 70 тысяч за медальон, плащ. И что тут у нас? И ещё один плащ. Ну, это... Я не знаю. Хоть они тут и пишут, что этот супер-мегапак поможет тебе в начале игры. Короче, я уже сбился. сколько мы там купили. Сколько мы там купили? 7 или 8. Вот такое добро падает. Ну, просто... Я не знаю. Короче, пусть будет 9. Ещё один куплю. Может, я уже больше, может, меньше купил. Не знаю. Сбился со счёта. Потратил. Я же правильно считаю. 70 тысяч. 10 наборов. 700. Ну да, всё верно. Вот такое добро падает. Куплю ещё один набор. Сколько я их уже? Штук 10 или 11 взял, не меньше. О-о-о-о! Ура! Везуха! Вот какая-то полезная, реальная вещь, которая ускоряет набор полоски силы. Вот это да! Всё, это дело я. Всё, всё. Это всё. Нет слов. Сейчас, если третий раз ещё такой выпадет, это вообще будет супер. Ну, тут эликсир души. Короче, как видите, шансы на выпадание хорошей шмотки есть, но они не очень велики. И, как вы можете наблюдать, за всё это время ни разу этот молот гнева так и не выпал. Хотя, скажу так, как только вышло это обновление, не помню, это было 1.3.0 или какое там, то я недолго парился с этим молотом. У меня уже было где-то 2 миллиона. Не помню, почему я их не тратил. Тоже, наверное, меня жаба давила, потому что я покупал наборы за 30 тысяч в попытках выловить золотые карты, а мне постоянно. То Джакса за 9 тысяч, то Кэсси Кейдж, не помню там за сколько, то этого же Саб-Зиро на картинке и, ну, просто деньги на ветер. Они у меня уже и так седьмого слияния. То есть, 30 тысяч отдаешь, назад получаешь около там шести, ну, бывало и больше. Если Джакса, он там дорогой, по-моему. И я перестал все наборы покупать. У меня скопилось где-то 2 лимона. Тут подоспело это красивое обновление. Я их вбухал на этот молоток. Чуть там, не знаю, жаба не задавила. Просто жаль времени, жаль времени. Вот сейчас еще один купим. А вдруг молот выпадет. Плащ. О, сегодня день везения. Простите, конечно, за крики, но обычно я штук по 5-6 их открываю и одними плащами просто завались. О, шляпа ветров. Все, ребята, вы видите, удача повернулась ко мне передом. Я даже боюсь, боюсь еще раз купить, чтобы не сглазить. А ну, еще раз. Вдруг еще что-то получу. Я потом это видео просмотрю и гляну, сколько я купил наборов и сколько вышло полезных вещей. Может, оно и купится. Было бы неплохо, если бы 70 тысяч одна вещь для персонажа. 70 тысяч одна вещь для персонажа. Но этими медальонами я по-любому не пользуюсь. Ух ты. А тактический жилет вообще у меня пока Sony не появилось, мне ни одного не было. ну, тут что можно сказать. Вот этот набор был с хорошей вещью. Хоть у меня жилет и был максимального слиения, но вещь действительно хорошая. Что-то я разошелся, не помню, сколько у меня там денег было вначале. Да все, ребята, везуха нереальная. Зря я гоню, что тут фуфло падает. Если серьезно, то, конечно, фуфло падает. Типа у таких наручей. Бывают и три подряд могут выпасть. Ну, тогда, как видите, шанс выпадания этого молота ну, совсем рандомный. Если мне я немножко успокоился за то, что с такого количества затраченных денег, мне действительно вот как сейчас голимый набор. Хоть что-то хорошенькое выпало для персонажей, то, как видите, для людей, которые будут специально покупать этот набор для молота, ну, ловить тут по сути нечего. Хотя, скажу, мне и двух лимонов хватило на первый раз. Ну, вот, снова мега классный состав. Я потом в комментариях к видео статистику напишу, сколько купил, сколько получил, полезного шмота. Вот эти все сюрикены в счет не пойдут, а только вещи персонажей. Ой, капец. Ну, еще два набора куплю, чтобы четыре лимона круглая цифра была. сегодня ведь поспеет, я надеюсь, Джейсон Ворхис. А вдруг денежка на него понадобится. Ну, мало ли. Не знаю, зачем, но вдруг. Так, и последний наш на сегодня набор. И вдруг молот. Лучше два, как некоторые скриншоты выкладывают, где два молота подряд. Ну, не мой день, не мой день. Вот такие дела. за молот я, конечно, не переживаю. Куда тут нажимать, уже забыл. За молот я, конечно, не особо парюсь, так как он у меня есть. Ну, вот остальные шмотки, конечно, тут еще качать и качать. Все эти киберруки Джакса, бронежилеты, татушки, клинок Сент-О, боевой нож, вообще тут, как видели, некоторые вещи прям сегодня попались. Я так понимаю, в конце, после прокачки они станут плюс 33, как броня Sony и револьверы Эрона Блэка. Ну, что ж. Лично мне хотелось бы выловить вот эти. Мне нравится, что бонус к заряду силы они дают. Вот такая вещь, вот такая вещь. Так как я сделал ставку на быстрый набор полоски силы, они как там некоторые ставят шмот для там сверх нереального урона или у каждого своя тактика. Кто на криты шмот одевает, кто на большой урон, кто на много хп, я на быстрый набор полоски силы. может, бьем мы не очень сильно, зато часто спамим спецприемами. Ну, что ж, потратил я, по-моему, там было 5 или 400, или 5600. Вот, выйду, гляну, сколько у меня там было денег в начале. Короче, купил я достаточно много наборов. Ну, сами видите, что выпало. Как бы, для тех, кто только-только накопил 70 тысяч. Нажал купить и получить за это 2 медальона и 1 перчатку, ну, я считаю, это как-то неправильно. Могли бы же они в этом рандуме сделать действительно, ну, я не знаю. Подняли бы ему цену, что ли, до 100 тысяч, но гарантировали 100% выпадание вещи для персонажа. Хотя, ну, а так уж совсем, я не знаю. Падает то же самое, что и здесь. Один в один. И то же самое, что и здесь. То же самое. А все вот эти плащи и все дела можно заработать просто в войнах фракции. Ладно, что-то время затянулось. Короче, до встречи на полях сражений и удачно вам всем прохождение испытания на Джейсона Вурхиса. Приду домой с работы, посмотрю, что там за обновление, если, конечно, оно вышло. Ну что, всем пока-пока!